Так, сейчас, друзья, я на территории соседей, вот мой сад. Вот это вот, за забором, что делает сейчас милая девушка Лена? Она собирает манжурский орех. Вот судьба этой ореха была трагична. Вот, я не помню, Лена, я вас или предыдущего хозяина, это, буквально ультиматум поставил, чтобы он его срубил. Ну, папе говорили, да? Во-во-во-во-во-во. Нет, он его срубил. Он срубил, а дело в том, что этот орех окутан мистикой, как сказать, предрассудками. Вот, что якобы он не дает жить соседям. Мне бы дураку оставить его, я же еще испытатель, а я попросил, не то что, а ультиматум. Говорит, давай уберем, и ты сюда посади что-нибудь путнее. Вот, и мне вот мои эти, видите, мои груши вот за забором. И не будет им мешать расти, и не будет отпугивать насекомых. Вот, и знаете, что получилось? Вот. Мозгов-то не было в то время, молодой был. И уговорил соседа. Он взял и спилил его. А вот после того, как он спилил, хотя он был уже мощный, из-под земли вылезло несколько столов сразу. И опять погнали вверх. Это такое мощное дерево, как сказать, для Сибири лучше не бывает. О его лечебных качествах я не хочу говорить, потому что ничего не понимаю. Но знаю, что его зеленая кожура орехов очень ценна. Может с нее делать лекарство самим. Вот. Дерево, после того, когда он его обрезал, оно пошло в несколько стволов. Ну, назовем это кустом. Хотя куст получился трехэтажный. Вот. Вот. Тень прекрасная. И, не знаю я, мне под ним легко дышится. Так. Соседние деревья совершенно не страдают. Урожаи такие были, что вот этот вот сварог. Мы сейчас подойдем к другому сварогу. Вот этот сварог. Он в прошлом году дал примерно 30-40. Его там не было, из-за груш видно это дерево. В этом году урожай слабее. Вот. Но я уже о нем рассказывал. В этом году было раз в 10 меньше урожая. Ну, ладно. Несколько ведер я с него собрал. Остальное попросил собрать соседа. Он просил у меня сладкий груш. Вот так как урожай был не сильно, а уж такой большой. Вот. Сахар ухватило. Груша, он доволен. Он с дудинки. Ну, что с них взять, господи. С вообще морковки не ели. И как он ее нахваливал. Ну, хорошо. Значит, вот это вот получается, как сказать, соседство, содружество. Ну, чтобы не сказать, что они буквально любят эти груши и манжельская ореха друг друга. Но, как оказалось, не сильно-то и мешает. Что сейчас делает Елена? Елена собирает косточки. Она их продаст мне, а я их продам вам. Понятно, да? Вот. В данном случае я выступаю в роли банального перекупщика. Вот они, орехи. Видите? Вот. Много я не возьму. Два ведра всего. Потому что среди вас, любителей орехов, практически не наблюдается. Редкие-редкие. Но все-таки надежда есть. Теперь перехожу. Раз уже заикнулся про грушу сварок, вот она лежит. Соседи очень деликатные. Так как дерево находится на моей территории. А одна ветка, вот она, свечилась на эту часть. И опять же, получился урожай не большой. Вот все, что на этой ветке было, вот оно, видите? Все сейчас так лежит, не тронуто. Еще раз говорю, соседи очень деликатные. Семена, наверное, я возьму. Почему? Объясняю. Потому что, потому что в этом году где-то из раз меньше. Здесь на этой ветке висело годом раньше ведра 10. Я вам показывал это все, видели. Вот на сахар ухватило. Они не чисто сладкие, но очень съедобные и очень вкусные. Между сладкими и вкусными есть небольшая разница. Это как меня спрашивали, а ваша шелковица вкусная? Опишите вкус. А что мне стало делать? Я говорю, слащие поцелуи. А в других терминах для шелковицы я найти не мог. Так вот, сейчас я их соберу и семечки тоже вам. Несколько слов ее происхождения. Я долго не знал, я считал, что эта груша сказочная. Так, по описанию, по каталогу. Потом ко мне приехала Байкова Галина Николаевна, кандидатаук. Многолетний директор Крушинской ГСУ. Вот, суперспециалист и сказал, а это моя груша. Вот. Я ее соавтор. Я посмотрел по справочкам. Да, Сварог. Три фамилии. Третья Байкова. Ошибки быть не могло. Это Сварог. Для Сибири. Ну и так же, как вот я сейчас только вам показывал, что все-таки, вот, например, я вам еще покажу персик отдельно. Свои персики. Они выжили. Они не все, правда. Они опять вернули свою крону, свою былую красоту. Правда, урожая персиков не было в этом году. Но все-таки это граница выживания. А вот этот вот, еще раз покажу вам. Манжурский орех. Вон он, красавец. Да, он высотой, если подойти вот с этого дома. Вот. Такого же диаметра. И вот этот вот Сварог, который чуть моложе того, дал прекрасный пример того, что груши в Сибири могут быть. Но все-таки груши, вот этот же Сварог, хорош в молодом возрасте. Молодой Сварога. Плоды не крупные, не... Вот. Огромные. Они в два раза крупнее вот этих. Вот. Молодого. И чисто вкусные. Прям, ну, такая легкая кисинка, что она только пикантность придает. Вот еще кусочек сада мы с вами, мы его обследовали. Для этого пришлось перейти на территорию соседа. Вот. А вдохновил меня дудинец. Несколько ветер собрали и сказали, что уже варенье и прочее, сладости готовы. Ну, вот. Следующий кусочек мы можем будет показать персики. Оказывается, их не так легко убить. Продолжение следует...